девочки привет мои дорогие доброе всем утро каждый день я встаю и говорю даша сегодня снимать не нужно очень много всего еще не готова не смонтирована и все равно моя рука тянется камере потому что знаете как бывает как только приходится сделать какой-то перерыв примеру приезжают гости или ты болеешь или кто-то болеет в общем получается что ты делаешь перерыв и начать потом снимать снова всегда так сложно знаете как в первый раз ты берешь камеру в руки как будто бы в первый раз даже не знаешь о чем рассказать и вообще с чего начать поэтому если есть возможность не прерываться лучше не прерываться я только что из душа с мокрой головой поэтому такая вся прилизанная и как видите я все-таки в том самом костюмчике решила носить его дома посмотрела на него еще раз думаю такой он комфортный такой удобный свободный самое то для того чтобы носить его дома но в принципе на улицу есть в чем ходить на сегодняшний день девочки у меня просто огромные планы я не знаю как и все успею как в принципе и обычно сейчас первым делом я хочу показать новый заказ faberlic я вчера его только забрала и несколько вещей из того что я вчера забрала меня очень удивило я сразу же хочу сказать что я этими продуктами еще пока не пользовалась я их только вчера забрала поэтому как только я их все испробую испытаю обязательно скажу вам свое мнение как в принципе сейчас делаю с предыдущим заказом то есть я сначала вам показала тогда полный обзор и теперь тихонечко показываю вам какие-то отдельные продукты и рассказываю свое мнение о них поэтому сейчас вам покажу что заказала с faberlic буквально через полчаса нам нужно выдвигаться из дома мы пойдем в детскую поликлинику сегодня потому что у нас плановый осмотр у софьюшки будут опять ее взвешивать будут смотреть рост не знаю какие будут результаты потому что мне кажется что на весе набрала не очень много но посмотрим что нам скажут я вам обязательно расскажу и нам нужно взять еще направление осенья в краснодар к аллергологу то есть мы уже записались нам нужно только направлением теперь подтвердить запись далее сразу после поликлиники мы выдвинемся на почту благо она находится в пяти минутах мне нужно там забрать тоже посылку но и сразу после почты мы зайдем в продуктовый магазин у меня закончились яйца у меня закончилась греча я сегодня хочу сделать гречаники и закончился картофель возьму буквально пару картофель для того чтобы сделать гречаники вы же знаете что такое гречаники я мне кажется уже вам показывал да показывала однозначно сегодня на ужин буду готовить для мальчиков плов для себя гречаник до гречаники еда без мяса но я вообще к нему спокойно отношусь я могу есть в принципе без мяса мне как бы без разницы но потом мы с вами уже займемся делами бытовыми наверняка вы видите вот это безобразие на заднем фоне не только здесь мне нужно будет навести легкий порядок на кухне и сегодня у меня по идее должна быть уборка в спальне потому что я снимаю в среду но я вчера не сделала уборку в ванной ванной нужно будет пройтись по сантехнике и хочу сегодня почистить штору для душа я ее еще ни разу не чистила знаете появился такой темненький налет уже снизу поэтому сегодня почистим с вами штору и наверное на этом наши хозяйственные бытовые дела закончатся на этом влог тоже закончится но у меня будет все куча работы опять за компьютером так что вот такой вот фронт работы на сегодня поэтому быстренько показываю вам заказ и уже приступаем к делам бытовым вот девочки такой у меня в этот раз пакет меньше чем в прошлый раз заказ по объему получается но по количеству здесь наименований больше потому что в этот раз я практически ничего для дома не заказывала но тут есть несколько позиций в основном здесь для меня для любимой так заказала вот такой вот шампунь гель для душа два в одном ну вы поняли что это не для меня это для илюши мужской продукты этой линейки там представлены в виде пенки для бритья геля по моему для бритья такого шампуня геля в общем там разные товары есть у меня лишь не бреться поэтому для него взяла шампунь гель пахнет приятно хорошо знаете таким нормальным обычным мужским гелем для душа не сильно бывают такие гели для душа когда открываешь колпачок и тебе сразу просто резко в нос ударят какой-то резкий такой запах ужасный здесь такого нет такой очень приятный мягкий мужской запах тоже для илюши заказала дезодорант это серия lancelot тоже представлена там большая линейка то есть всякие всякие средства есть дезодорантом он уже кстати пользовался несколько раз говорит что хороший пахнет он прикольно кстати мне очень нравится мы до этого брали из мужских дезодорантов все акс но лишь сказал что он стал очень очень плохой а вот этим как бы остался довольный так далее немного по средствам для дома я в прошлый раз делала уборку в ванной пользовалась универсальным средством который идет и для ванны и для кухни и девочки мне сказали что вообще-то там есть специальное средство для ванны я его нашла вот да это специально уже для ванны будет конкретно для чтобы удалять водный камень кальциевое отложение ржавчину в общем кухонное средство верну теперь на место ванной буду пользоваться вот этим и заказала еще попробовать вот такого концентрированного средства универсальная для полов и стен полы понятно я с ним мыть не буду очень кучерява конечно но я его взяла для мебели для подоконников то есть протирать полочки открытые потому что у меня открытой полочки на кухне на них всякие жировые отложения подоконники тоже постоянно каким-то волшебным образом пачкаются поэтому взяла вот такого то универсальное средство но не только для полов подходит но и в принципе практически для всех поверхностей далее идет девочки вот эта бутылка когда я увидела в пакете вот эту бутылку и вот эту вот мочалку я подумала что это не мой заказ говорю девушка это не мой заказ она говорит на все перепроверила говорит как нет все ваша оказывается вот эта бутылка средства у меня уже такой если заказывала в прошлый раз и вот это вот получается варежка для уборки они шли в подарок представляете вообще просто бесплатно там она и не бесплатно за сколько-то там копеек то ли за 50 копеек то ли что короче бесплатно девочки представляете как прикольно так что вот такая вот варежка для уборки я честно сказать на нее смотрела в каталоге и подумала, что наверное, какая-то бесполезная абсолютно вещь. Может быть, у кого-то девочки есть уже такая, напишите, как она вам вообще в использовании, как вы ее используете, как вы за ней, кстати, ухаживаете. Потому что мало ее использовать, за ней еще и ухаживать нужно правильно, согласитесь, чтобы она не теряла своих свойств. Нужно ли использовать какое-то средство на нее наносить? Ну, вообще удобно, нет. Я, конечно, попробую сама, но хочется ваше мнение тоже знать. Далее я заказала вот такую вот детскую мочалку в виде варежки. Мы с Овчушкой в ванночке купаем, но мочалку я, как ни странно, до сих пор не купила, потому что те мочалки, которые висят в магазинах по более-менее приемлемым ценам, они просто отвратительные. Все, что более-менее такое внушающее доверие или, к примеру, в аптеке, которые мочалки продаются, они безумно дорогие. В Фаберлике мочалка стоит 263 рубля. Да, это тоже не очень дешево, но, по крайней мере, за эти деньги ты понимаешь, что это качественная мочалка, которой не страшно мыть новорожденного ребенка. То есть она полностью гипоаллергенная и 100% безопасная. Потому что в магазине даже за 250-300 рублей ты купишь только какую-нибудь китайскую. О, девочки, она такая мягкая. Она очень мягкая, такая прикольная. Я почему-то думала, что она будет такого большого размера, знаете, так болтаться на руке. Слушайте, она резиночка такая плотненькая, очень удобная. Мы обязательно попробуем ей помыться, я потом вам скажу. Хотя что, в принципе, может быть не так в мочалке. Заказала вот такую себе пилку для ног, для пяточек. По отзывам, пилочка просто шикарная. Не знаю еще, так ли это на самом деле. Пятки, знаете, такая интимная вещь. Но я вам скажу, что у меня довольно грубая кожа на пятках. Прямо такая с трещинами. На педикюры я не хожу. Делаю все, что возможно, дома своими силами. Поэтому вот эта пилочка мне очень пригодится. Я надеюсь, что она хорошая. В общем, потом скажу вам, как она мне понравилась, не понравилась. Ну и сразу же к пилочке я заказала два вот таких вот крема, тоже для ног. Один идет размягчающий крем компресс для ног. Второй идет бальзам для стоп, гладкие пяточки. Вот эта серия с крестиком, я так понимаю, что это идет вся лечебная серия. Там всякие крема есть, и лосьоны, и прочее. От прысечков на лице, от каких-то ранок. В общем, такая лечебная серия, и мне кажется, должна быть очень хорошая. По крайней мере, отзывы на эти крема были хорошие. Далее заказала себе вот такой вот попробовать крем для рук. Вообще, я обычно пользуюсь бархатными ручками кремом, но последнее время у меня почему-то кожа перестала принимать его. Ну, как сказать, то есть я намазываю руки кремом, и он не впитывается. Может быть, мне, конечно, попался не очень хороший крем. Ну, короче, вот этот крем дешевый, я решила взять его попробовать. В нос себе прямо. Так, по запаху. Я думала, что у него будет какой-нибудь вкусный фруктовый аромат, но нет, такого нет. Запах, не могу понять даже чего. Авокадо вроде не пахнет, поэтому не знаю. В общем, запах просто крема. Стоит такой крем 87 рублей. В принципе, нормальный тюбик за 87 рублей. Попробую. Так, далее заказала вот такой вот гель для душа. Ну, честно сказать, я вообще ожидала, что бутылочка будет побольше. Она очень маленькая, особенно на мое большое тело. Но я почему заказала именно этот? Потому что я была просто уверена, что у него будет классный ягодный аромат. Я обожаю всяческую косметическую продукцию с запахом ягод, фруктов. В общем, вот с такими. Я не люблю цветочный запах. Я люблю именно какие-то такие фруктовые, ягодные, запахи десертов. В общем, короче, с едой все связано. Ммм, да, девочки, это как раз то, что нужно. Очень классный запах ягод такой, насыщенный. И цвет красивый. Вот этим гелем для душа, наверное, будет вообще приятно мыться. И стоит он тоже очень дешево. 63 рубля. И заказала вот такой вот гель для интимной гигиены. Я вообще до этого использовала гель Арифлеймовский. В принципе, он тоже был хороший, он мне нравился. Но раз уж я тут оформляла общий заказ на Фаберлик, поэтому и гель для интимной гигиены тоже взяла у них. Отзывы тоже читала, нареканий ни у кого нет. Здесь как бы нужно, знаете, подходить действительно осторожно с выбором, потому что это такая вещь, которая может нанести вред здоровью, не дай бог. Поэтому Фаберликовской продукции я доверяю, поэтому думаю, что здесь все будет в порядке. Стоит гель 183 рубля. Заказала вот такой вот тоник для лица, для жирной и проблемной кожи. У меня кожа в последнее время действительно очень проблемная, потому что вообще обычно у меня всегда была кожа жирная. Последнее время почему-то она получается как бы, я не знаю, комбинированная, что ли. То есть она участками жирная, а участками прямо настолько сухая, что даже шелушится. И стали появляться постоянно какие-то прыщички, какие-то высыпания. Короче, взяла тоник, хотя тоником, вот честно сказать, не пользовалась, наверное, с подростковых лет. Но, видимо, придется что делать, потому что высыпания постоянно какие-то, что-то не так, видимо, с гормональным фоном. И для этих же целей взяла вот такой вот гель-корректор. Это, знаете, для экстренного лечения прыщичков и высыпаний. Думаю, что мы все девочки никому объяснять не стоит. Просто точечно наносишь на какой-то новый прыщик, и он как бы должен быстро-быстро излечиться. Излечиться, пройти. Маленький чубик, но, в принципе, для этих целей большой и не нужен. Далее заказала вот такое вот средство для снятия макияжа с глаз. На данный момент у меня есть другое средство для снятия макияжа с глаз, но оно мне не очень нравится. Оно идет такой кремообразной. Кремообразная, ну, прям как крем. И у меня почему-то от него жжет глаза. Я, конечно, одну третью той бутылки использовала, но больше пользоваться я ей не хочу, поэтому заказала вот такой другой. Слушайте, он такой интересный. Я так понимаю, что его, наверное, нужно будет взболтать, чтобы все это дело перемешалось. Да, смотрите. Здорово. Не знаю, у меня довольно-таки чувствительные глаза, и очень часто, когда я беру какие-то смывки, они мне не подходят, видимо, потому что у меня постоянно жжение. Попробую этот, не знаю, скажу потом вам. Далее вот такой вот крем. Это у нас отшелушивающий скраб для лица. Да, как раз вот для этих целей, где участки с сухой кожей, там прямо кожа шелушится, и я ее не могу никак убрать. Мне интересно посмотреть, насколько большие у него. Вот. Здорово, слушайте. Очень мелкие. Вот, девочки, частички, посмотрите, какие маленькие. Ну, как бы кожу по-любому не должны травмировать. Блин, мне хочется показать вам ближе, но у меня сломан объектив, поэтому он ближе просто не фокусируется. Ну, мне кажется, видно, да? Далее я заказала два вот таких вот крема из одной линейки. Это дневной и ночной крем. Я недавно во влоге говорила, что я выбросила свои старые крема, потому что у них еще до окончания срока годности почему-то мне... У меня с них начало чесаться лицо. Вы сейчас, наверное, подумаете, что я вообще какая-то странная, у меня все от всего чешется, слезится и жжет. Ну, девочки, так и есть. Значит, вот такой вот крем. В принципе, тюбик не очень большой, но я думаю, что на месяц этого по-любому должно хватить, может быть, даже больше. Потом девочке заказала гигиеническую помадку зима. У нас, конечно, снега нет, но холод есть, и ветра очень сильные, и у меня постоянно обветриваются губы. Это вообще моя болезнь, просто, я не знаю, с детских лет. Мне вообще нельзя без помады на улицу выходить, у меня губы трескаются просто в кровь. Поэтому взяла вот такую вот уходовую помадку. Не знаю, попробую. Пахнет она очень вкусно. Я уже, кстати, вчера ей красилась, она такая жирненькая. Мне кажется, хорошо должна защищать губы. Ну, и последнее, это вот такой вот крем для кожи вокруг глаз. Это, наверное, одна из самых дорогих покупок во всем заказе. Этот крем очень небольшой, но на него, во-первых, хорошие отзывы. При этом, вот эта линейка, Варио, да, я надеюсь, я правильно называю, ее можно использовать не только как индивидуальное средство, но и купить отдельно. Там есть какие-то то ли эмульсии, то ли масла, конкретно под себя подобрать эмульсию или масло, не помню, что там какие-то эликсиры, и просто добавлять сюда как в основу. То есть сделать для себя какой-то индивидуальный крем. Я никакую эмульсию брать не стала, потому что, в принципе, меня устроит просто такой вот сама основа. Для кожи вокруг глаз, я думаю, что такого тюбика вполне должно хватить. То есть расход его будет небольшой, я думаю, что этого хватит надолго. В общем, девочки, вот такой вот заказ, в принципе, сейчас на него смотрю, он не такой уж и большой, это мне только показалось, что я очень много заказала. Буду всем пользоваться, потом обязательно вам расскажу, что понравилось, что нет, но если, конечно, вам это будет интересно. Смотрите, что Сеня нарисовал. Арсений любит маму, или просто Арсений мама? Мама? Арсений любит маму. А, ты какой! Ну что, девочки, отчитываюсь, в общем, везде мы сходили, погода на улице отвратительная, влажно, видимо, шел дождь утром, я как-то его проглядела, очень холодно, ветер сильный, короче, вся замерзла. Какие результаты нашей утренней прогулки? Сходили мы, в общем, в поликлинику, и выяснилось, что Софушка набрала у нас 500 грамм, врач сказала, что это мало. Говорит, что, скорее всего, молока недостаточно, хотя, знаете, у меня осенний, к примеру, был период, когда у нас действительно не хватало молока, и тогда мы начали его докармливать смесью. Может быть, мы тогда сделали ошибку, и стоило просто как-то попытаться повысить лактацию, но в тот период я лежала в больнице, мы с ним лежали вместе в больнице с пневмонией, и повысить там как-то лактацию мне не предлагали, нам сразу же дали смесь, в общем-то, мы таким образом перешли на смесь резко. А с Софьюшкой, как-то, знаете, я не замечаю у нее вот такого поведения, как вел себя Сеня. То есть если он был голодный, он постоянно плакал. А я просто тогда не понимала, что он голодный. То есть я уже заподозрила что-то неладное, когда мы легли в больницу, и я понимала, что он меньше всех остальных. Учитывая, что он родился 4 килограмма, довольно крупный ребенок, когда мы легли в больницу, все дети в его возрасте были уже в два раза больше размера. Сегодня ситуация выглядит немного по-другому. То есть врач говорит, что мы мало набрали в весе, хотя я не вижу у нее какого-то голодного поведения. То есть по ней видно, что она, в принципе, наедается. Молоко у меня постоянно бежит, но нет вот этой наполненности груди, как говорит врач, что я должна чувствовать, что грудь наполнена молоком. У меня такого, к сожалению, нет. Такое было только первый месяц. Поэтому даже не знаю. У нас сейчас появился такой период, что мы последние недели-две прям вечерами сильно плачем, хотя я уверена, что это не животик. Так уже, может быть, она и правда голодная. Я не знаю, девочки. Мы с врачом договорились, что я еще неделю попринимаю какие-то меры, попью лактационные чаи. Если почаще буду прикладывать, и если это не сработает, не получится, тогда будем уже докармливать смесью. Хотя я не знаю. Мне очень, во-первых, не хочется, во-вторых, я не вижу, чтобы она была голодная. Хотя, может быть, я просто чего-то не понимаю. В принципе, все, что связано с лактацией, я всю информацию знаю. Я уже говорила, что я подписана на канал Нины Зайченко. Мне кажется, что она на своем канале раскрыла уже давно все темы касаемо лактации. Я пересмотрела все видео, и я была уверена, что в этот раз у меня получится, и я буду кормить как можно дольше. В общем, не знаю. Неделю, значит, у нас есть до контрольного взвешивания. Посмотрим, что будет. И самое интересное, что после того, как я вышла из кабинета, я встретилась в коридоре с девочкой, с которой я лежала вместе в роддоме. Малыш у нее родился гораздо меньше, чем наша Софьюшка. И когда я сегодня увидела у них лялечку, хочу сказать, что мы просто в два раза меньше размера. То есть у них уже такой здоровый богатырь, большой, такой упитанный, и в рост, и в вес просто, наверное, разница в два раза. Она сказала, что они прибавили за первый месяц кило двести, за второй полтора килограмма и 12 сантиметров в росте. Девочки, я поняла, что наша Софьюшка вообще практически не растет, получается. И врач меня, кстати, спрашивала, сколько примерно Софьюшка ест. А я сейчас девочке посещаю каждую субботу стоматолога и, соответственно, сцеживаю молоко для того, чтобы потом после заморозки не кормить, чтобы можно было нормально сцедиться и дать ей заготовленное заранее молоко. И у меня получается, что я сцеживаю 40 миллилитров, 60, но это девочки с двух грудей. Врач сказала, что это, конечно же, очень мало, что сейчас Софушка в данном возрасте должна съедать минимум 100 миллилитров. То есть это, по идее, 100 миллилитров должно быть у вас в одной груди. У меня такого количества молока нет, и я что-то как-то даже, знаете, в замешательстве в каком-то. В общем, вот так вот обстоят дела. Плюс нам выписали направление сдать кровь, сдать мочу для того, чтобы сделать прививку. И Арсению тоже нам направление не дали. Сказали, что направление нужно будет прийти получить с 17-го, а мы на 18-й уже записаны в Краснодар на прием. Выписали Софьюшке витамин D капельки, сказали пропить их до лета. Но мне лактационные чаи. Вот такой вот результат нашего похода в поликлинику. В общем, после поликлиники сразу же мы зашли на почту, забрала там две посылки. Одна посылка, как я уже говорила, я знаю, что там. Это мой заказ из интернет-магазина. А вторая маленькая посылочка, я вообще не представляю, что это. Хотя накануне я, конечно же, зашла, посмотрела отправителя, нашла в интернете что это за организация. И это какая-то организация, которая занимается вентиляционными и отопительными системами. Я ничего оттуда не заказывала, поэтому я в каком-то легком замешательстве. Но на отправлении мое имя, поэтому посмотрим, что же там такое пришло. Ну и зашли мы, девочки, в магазин. Купила все, что хотела. Купила гречу, купила яйца, купила две картофелины. Единственное, две приличные картофелины, которые я смогла выбрать из всего разнообразия ужасного мелкого гнилого картофеля. Пришла домой и поняла, поняла, что я же сегодня хотела готовить для мальчиков плов, а у меня нет риса. Поэтому тоже для мальчика я буду готовить сегодня гречу. Просто сделаю себе гречанники, а им сделаю гречу с мясом. Правда, Илюша у меня гречу уж очень не жалует, но я надеюсь, что поест ничего страшного. Я, наоборот, люблю гречу. Сенька любит гречку, да. Она очень полезная, потому что, да? И мы от нее растем. Растем. В общем, вот так. Сейчас мы с Арсением пообедаем и уже займемся с вами делами по дому. В общем, я уже почти начала делать уборку. Вспомнила, что пока рассказывала про Софишку, про то, что вроде как бы не хватает молока, хотела у вас спросить. Вот наш врач сказала нам, что стул у ребенка должен быть после каждого кормления. У нас Софушка по-большому ходит даже не каждый день. Бывает через день, бывает раз в два дня. Является ли вот это показателем того, что недостаток молока или нет? Потому что, ну вот, видите, как бы врач сказала, что да. Что раз она ходит в туалет редко, значит, она не доедает. Так ли это на самом деле? Может быть, кто-нибудь из вас в курсе, кто-то с этим сталкивался? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Потому что я что-то даже действительно прям так серьезно задумалась. Может быть, правда, девчонечка моя не доедает. Мы как бы даже и не в курсе, получается. В общем, вы мне напишите. Ну, а я уже займусь тогда уборкой. Сейчас сделаю быстренько уборочку на кухне. Не пугайтесь, девочки. Там вообще полный трэш. После этого уже пойду в ванну и будем готовить кушать. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!